Хотите генерировать крутые изображения в Миджорни, при этом особо не запариваясь с промтами? С вами Тюрин Андрей, я диджитал-художник, и сегодня я по-быстрому расскажу вам, как это можно сделать. Если мы хотим создать что-то интересное, уникальное, но при этом у нас нет каких-то своих определенных идей, и мы не хотим заморачиваться с промтами, я предлагаю такую схему работы. Мы можем, например, отталкиваться от определенного референса, который мы увидели в интернете. Я вам уже рассказывал, что в Миджорни есть функция, которая называется Describe, с помощью которой можно закинуть референс свой, и Миджорни выдаст вам определенные какие-то примерные промты, с помощью которых можно было бы создать что-то подобное. Давайте попробуем. Slash вызываем функцию Describe и прикрепляем сюда наш референс. Например, мне нравится вот эта вот картинка, но я хотел бы сделать что-то похожее, но чтобы это был не рисунок, чтобы это было что-то более реалистичное, с более интересным фоном. Поэтому мы закидываем этот референс сюда, нажимаем Enter, и ждем, какие промты нам сгенерирует Миджорни. И вот Миджорни выдает нам 4 промта. Я хочу протестить все и проверить, какой больше будет подходить именно мне под мои задачи. Так, и вот у нас сгенерировался первый промт. Выглядит вообще очень круто, на самом деле. Вот эта вот третья картинка, прям такой интересный стилек. Я сделаю даже upscale. Так, у нас тут еще не будет списывать со счетов другие промты. Тут как-то более все упорото. Тут вообще почему-то решили сделать какой-то любовный треугольник. Вот, но это тоже выглядит интересно. Это мне не подходит. Не, ну вот это вот идеально. Это просто идеально, мне очень нравится, правда. Но я хотел бы, наверное, что-то еще отсюда взять. По новой сгенерирую этот промт. Может быть, выдадут что-нибудь более интересное. Вау, нет, реально выглядит очень круто. Но давайте все-таки, наверное... Хотя почему бы и нет? Любовный треугольник выглядит очень интересно, на самом деле. Давайте попробуем заапскейлить вторую генерацию. И сохраним эти референсы для будущей генерации. Сохраняем это изображение. И сохраняем это изображение. Теперь у нас с вами есть еще два сгенерированных референсы, которые мы можем использовать в будущей генерации. Например, для этого у нас есть функция Blend. Слэш, Blend. С помощью этой функции мы можем миксовать с вами несколько генераций. По-моему, до пяти штук. Давайте прикрепим первый файл, второй, третий. Мы прикрепляем наш набросок первоначальный. Нажимаем Enter. Делаем это мы с вами для того, чтобы получить абсолютно какой-то новый, нестандартный результат. Например, нам на одной генерации реально понравились какие-то детали определенные. На второй нам понравилось освещение, композиционные моменты, персонажи. И все это мы пытаемся сейчас вмешать в одно. Ну а пока генерируются наши изображения, я хочу поделиться с вами потрясающей новостью. Мы с командой экспертов из нашего университета AI Uni готовим для вас крутейший проект. Это обучение, которое поможет вам стать специалистами, зарабатывающими с помощью нейросетей. Мы стремимся сделать проект максимально качественным, полезным и интересным. И нам очень важно ваше мнение и ваш запрос на этот счет. Поэтому я очень прошу вас заполнить анкету, на которую уйдет буквально три минуты вашей жизни. И это поможет сделать нам обучение еще более наполненным и качественным. Ссылочку я оставил в описании. Ну а пока давайте продолжим творить. И вот что нам выдал Blend. Получились такие вот интересные генерации, но не совсем то, что я хотел бы все-таки. Поэтому я возьму и беру третий наш референс в виде скетча, потому что он добавляет на генерации такую вот атмосферу нарисованности. И вот что у нас получилось. Другое дело. Сразу видно, что тут нету никакой нарисованности. Генерации стали более реалистичными. Короче, я, наверное, буду работать дальше с третьей генерацией, поэтому я делаю upscale. Я планирую вот эту вот генерацию, которая мне больше всего понравилась, смешать ее, например, чем-то таким. Казалось бы, не особо подходит, но возможно мы получим интересный результат. Blend из них двоих сделал двух инопланетян. Вот, хотя хотелось, чтобы был один. Но, блин, это все равно выглядит очень интересно. Понимаете, таким способом вы создаете что-то свое, и никто не посмеет вас там в плагиате обвинить. Потому что вы помните, с чего мы начинали, да? Мы начинали вот с вот этой вот работы. Пришли, пришли к этому. Ну, это абсолютно две разные генерации. Вот, но при этом выглядит интересно. Это можно дорабатывать. С этим можно делать что-то интересное. Так что, да, неплохие такие инструменты для тех, кому лень возиться с промтами. Если вам понравился этот инструмент, если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, не забывайте оставлять ваши комментарии, ставить лайки. Для меня и для команды это очень важно. Таким образом мы понимаем, что для вас эта информация была ценная. Мы все читаем и обязательно ответим на ваши вопросы. Ну, а с вами был Андрей Тюрин, и увидимся в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok